На сегодняшний момент в городе Одесса работает программа 2016-2021 год по стерилизации и вакцинации бездомных животных. В принципе, каждый год программа выполняется в своем режиме, как положено. Порядок выполнения ее состоит в том, что мы, как коммунальное предприятие, отлавливаем животных. Согласно графику, их доставляем в немецкий приют на 6-м километре, где их стерилизуют в рамках программы, передерживают до 15 дней. И потом мы их выпускаем, согласно законодательству, в среду обитания, там, где они были отловлены. В случае, если гражданин увидел бродячую собаку и хочет, чтобы ее там простерилизовали, вы можете обратиться напрямую в коммунальное предприятие по телефонам, которые указаны на сайтах нашего предприятия и горсовета. Либо на дежурную линию, на горячую линию горсовета, в каком месте, где собака, где стая обитает. Мы это ставим в график отлова, отлавливаем, отвозим в немецкий приют и по технологии, по программе работаем. Все, обратно потом возвращаем уже стерилизованных животных. На сегодняшний момент уже программа в 2021 году будет заканчиваться. Поэтому мы будем собирать общественные организации для того, чтобы понять, что включить в новую программу 2022-2027. Есть много нюансов. Нам помогает очень много волонтеров с бездомными животными. Мы пытаемся всех слышать, собираем круглые столы, собираем совещания. Поэтому мы рады тем, кто помогает бездомным животным, которые приходят к нам, обращаемся к нам. Мы всегда открыты и будем благодарны за такие обращения. Очень большое скопление это поселок Котовского, конечно, Суворовский район. Основная масса заявок на отлов животных. Таирова меньше. В центре города вообще практически заявок очень мало, даже в течение года, неважно от времени года. В основном это поселок Котовского, Суворовский район. Там очень много и стихийных рынков, и продуктовых, и магазинов, и всех поэтому подкармливают. Жителей много, больше 370 тысяч, поэтому собаки там есть, приходят с ближайших районов, сел и всему тому подобное. Поэтому основная работа там проходит. Таковых приютов, ну, на слуху у нас два приюта. Это немецкий приют, который является стерилизационным центром по юридическим документам. И единственный в городе приют, это Ковчег в наливном переулке, на Пересыпи. Это единственный официальный приют благотворительной организации. Мы оказываем помощь Ковчегу всегда, когда звонит и президент этой общественной организации. У них очень много, у них практически 50% это собаки-инвалиды. Вообще после стерилизации на 80% собак, они становятся наоборот мягче. По характеру и всему тому подобное. Но агрессия собаки от разного зависит. Она может не агрессивной быть, ее могут испугать те же люди, могут ударить. И она совсем по-другому будет воспринимать нахождение рядом человека другого. Поэтому с агрессивными собаками у нас по законодательству, если брать полностью законодательство, как она есть, должны заниматься даже поживслужбы ветеринар-эпизитолог. Четко прописано это, потому что они должны ее взять, отловить, привезти к себе ветеринарную клинику, взять анализы, просмотреть и понять, что с этой собакой. Поэтому на сегодняшний момент у нас есть проект один, на шестом километре мы готовим. Сейчас там с вольерами, колумбарными стенками, уже крематорием для животных. Второй проект у нас готовый, капитальный ремонт атаманов-головатов наших мощностей. Там 22 вольера предполагается. Будет возможность при наличии этих мощностей принимать, отлавливать даже в детских садиках, еще где-то в школах агрессивных собак и ставить их на передержку. Если собака полностью здорова, то пристраивать их. Так как у нас, можно сказать, один официальный приют, немецкий является стилизационным центром, в основном пристройство идет через волонтеров. Общаясь с волонтерами, мы ни с одной группой общаемся, ни с одной общественной организацией, по их статистике, много. То есть иногда 200 собак за полгода, иногда 10 собак за 5 дней, иногда одна за полмесяца. Все зависит от того, какая собака, как ее. Я могу сказать, мы работаем с Анимал СОС. Они вместе с нами создали центр адопции на 411 батареи. То есть они берут собак, воспитывают их, работают с кинологами, для того, чтобы эти собаки в семью пришли, уже подготовленные и социализированные, для пребывания в семье с человеком и всему тому подобное. Поэтому мы только поддерживаем эти инициативы, готовы рассматривать и с другими эти вопросы, правильные направления в безопасности животных. Налога нет у нас на животных, штраф за неправильное содержание животных есть, от 51 гривны, по-моему, до 80. Все считают, что ветеринарный паспорт, выданный ветврачом, является регистрацией. Это неправильно, есть четкие правила регистрации. Если надо, мы будем рады, если к нам будут обращаться. Для людей это стоит 80 гривен, утвержденный тариф. Туда включается в себя регистрация в международной базе ID, Animal ID. Выдается жетон, регистрируется у нас предприятие. При желании можно чипировать электронным чипом. Если уже есть чип у собаки, то есть ветеринар его уже поставил, человек должен прийти с его номером, он тоже вносит в базу. Для чего? Если собака потерялась, у нас есть сканеры, мы сканируем и видим номер. Потом сравниваем с базой регистрации и понимаем, чья это собака.